Дорожное движение Дорожное движение В переводе на деньги сумма изъятого составила почти полтора миллиона рублей. Приговором Заволжского районного суда город Твери подсудимые признаны виновными в совершении названного преступления. Им назначено наказание в виде 10 лет 10 месяцев и 10 лет 1 месяц соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор был вынесен 18 марта, а уже 19 марта вышло распоряжение по Тверскому областному суду о приостановлении в связи с распространением коронавируса личного приема граждан в суде. С 19 марта все документы рекомендовано подавать только через интернет-приемную или отправлять почтой. С 19 марта в судах рассматриваются только категории дел безотлагательного характера посредством видеоконференц-связи. В суды допускаются только участники процессов и только при наличии средств индивидуальной защиты. В судебной коллегии по гражданским делам рассмотрение дел приостановлено до 10 апреля. Это распоряжение будет действовать с 19 марта по 10 апреля включительно. Ограничительные мероприятия введены во всех учреждениях УФСИН России по Тверской области в целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы с 16 марта до особого указания в учреждениях территориальных органов СИН и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий. В учреждениях УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников УИС с повышенной температурой и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной инфекционной ситуацией. В учреждениях УИС реализуется целый комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, их госпитализируют в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения. Об отмене экстренных мер будет сообщено дополнительно, в том числе на сайте ФСИН России и сайтах территориальных органов ФСИН России. Всего неделю назад сотрудники ФСИН отметили 141-ю годовщину со дня образования службы. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие уголовно-исполнительной системы и укрепление правопорядка сотрудникам и ветеранам УФСИН были объявлены благодарности губернатора, регионального законодательного собрания, главы города Твери, вручены благодарственные письма главного федерального инспектора и ведомственные награды. А в ОМВД России по Тверской области на этой неделе состояло заседание Общественного совета, где с участием представителя суда, инспекции по делам несовершеннолетних и руководителя Центра по временному содержанию несовершеннолетних правонарушителей обсуждались меры в профилактике детской и подростковой преступности. В начале заседания начальник регионального ОМВД Пётр Пырх озвучил общие цифры преступности по региону. Всего с начала года на территории области зарегистрировано свыше 3000 преступлений. Убийств, разбойных нападений и грабежей стало свершаться меньше. Значительно выросло число мошенничеств и краж с банковских карт. На эти преступления Пётр Пырх обратил особое внимание. Теме профилактики банковского мошенничества планируется посвятить очередной выпуск программы «Тема дня». Как не стать жертвой мошенника? Вам позвонили, прислали СМС из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию СМС. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию.